ну что ты будешь делать третий день уже закрыт строительный магазин который самый ближайший и нам не купить последние наши прибабазы последний наш день самое интересное мы узнали почему они работают привет у нас предпоследний день уже можно не считаю завтра мы уже утром стартует так что самое интересное с магазином случилась беда в плане того что вирусная атака было по новостям сказали какой-то петя короче какой-то петель накрыл наш строительный этот большой магазин на самом деле это сеть магазина это сеть магазинов то ли не это во многих городах да это один из самых крупных магазинов строительных у нас в эстонии и вот у него как я понял накрылась эта база всех данных данных до написано что извините по техническим ошибкам проблема мы не работаем но скорее всего там надолго на три дня уже закрыт как я понял что там скорее всего надо тер выкупать платить и биткойны же там требует кайна 300 300 до него а вообще так что буквально вчера по новостям сказали что была вирусная атака и в эстонии вот этот магазин и еще там кто-то пострадал представляете мы сейчас ходили в банк и нам а мы пришли туда просто положить деньги ничего больше меня нету что я нам ничего не больше не надо было не хотели не спросить не узнать просто хотели положить деньги во первых она надолго и на упорно начала спрашивать где мы живем что вы живете в финляндии какой у вас адрес тыры пыры а потом дает бумагу заполните все о ваших детях все работаете какой-то говорю я не буду это писать так это не тебя это ее спрашивать что ты за 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 нее говоришь типа она она горит я не буду это писать ну хорошо не пишите напишите тогда кем вы работаете она горит а я не хочу это писать но видно что у него аж такие нервы пошли и вы это обязаны писать и ключу с какого перепугу я обязан заполнять какую-то информацию свою личную это требование евросоюза новые и прошу вы мне говорите какие требования евросоюза а потом она вообще заявила что я говорю так извините я выбираю банка не банк меня нет теперь банк выбирает клиентов и грудь и она что тогда не надо тогда вообще банк не нужно ли чуток да если вы не хотите заполнять бумаги не можете им пользоваться я хотел сказать да и пожалуйста меня в банке тоже счет есть какие-то данные эстонские если что с вами связаться нету уже уж очень и стало интересно где мы по ходу живем а они так она еще одно гражданство же у вас эстонская оттирается какой мне гражданство блин и не могу прямо каждому надо залезть в твою квартиру без ключей всю еду карточку мою рассмотрел а вдруг мне там где-то пометочка за игру ты мне паспорт уже хотите мнению не надо так что вот у нас все это уже стали все больше и больше это радует ура больше радует что я отсюда уехал потому что здесь да здесь я сам со знакомыми пообщался принципе все такого же мнение как и были что руки в ноги и беги внучек и беги мы сейчас поедем по какому району это кайта центр города вот тут единственная наверно одна из немногих брусчаток осталось да я еще не не поменяли и отремонтировали но и оставили а так у нас раньше везде эти брусчатки в городе были уже всех на асфальт заменили но это давно еще и за услугу с меня взяли 260 положил деньги на свой счет да и 260 заплати это конечно просто за все гриб как то так это долго в финляндии деньги даю она ложит тут же расписаться тут блин так долго полчаса она осмотрела мои данные в компьютере учета и так она сейчас энер до сих пор сидит а потом еще и бланки заполнять офигеть вот там горка сверху вики парк сзади вот там долгий упор на тоже был или раскопки там нашли кладбище захоронения короче вот эта гора там все было в гробах и все да да это были раскопки очень большие там и там как кладбище либо я так и не понял то это тарту кофту мая тартуский суд дом суда а это раньше дом быта с правой стороны вот это вот был тенниндус мая дом быта а вот там театр ванаймойна один из самых известных в эстонии считается там кабушка остается 4 старирует а впереди у нас раньше было тарту был у майонтус академия то есть это было сельхоз академия впереди а теперь это воен нет это моя теперь все здесь раньше ленин стоял и мы ходили носили да и вот здесь где вот эти флаги стоят там ленин посередине стояла сейчас и так там натовский там все сидят вот это раньше был магазин тарту тут раньше всегда продавали цветы вдоль магазина здесь сидели смотрите а теперь пушки стоят блин машина не видно это наш кинотеатр экран был не знаю как он сейчас называется раньше так и называется экран здесь у нас всегда были студенческие общежития с правой стороны общежития да сейчас наверно пеплерит общака так и есть пеплерит 14 это студенческая у нас много студенческих общежитий потому что все-таки город студенческий у нас и всякие путяги тут есть сейчас у нас будет загс загс здесь тоже есть недалеко зоологический музей вот в прошлом году ходили читая раз развернемся по это что-то дети не особо ну да он долго на ремонте его сделали таким современным на фонаре каллы не очень но они еще им не интересно нам вот загс с левой стороны теги 12 11 все фоткаются возле этого пруда фонтана и потом едут мы потом покажем куда потом все едут горку поцелуев вам покажем это у нас традиция в городе такой это практически центр города и он как видите состоит из старых домов очень древних есть поновее дома вот наш зоологический музей желтенький после кирпичного домика но здесь находится также кафедры тартовского университета то есть здесь проводится лекции здесь есть аудитории а сейчас будет научная библиотека наша она сейчас на ремонте в данный момент да что-то там делать у нее четыре по моему подземных этажа книг хранилище хранилище да я помню свое время когда я вот это отсюда пустое видно в универе когда училась тоже брала книги заказывала ты сидишь ждешь они их находят сейчас правой стороны там будет уже ванна с левой стороны вот фонтан раньше было ничего не сейчас тоже есть только они не работают какая-то фигура тут построена вдовну вот а справа стены ванна это у нас концертный зал наш конца здесь часто проходят проводить выпускные вот ванна ли на гимназии был здесь выпускную лиги у нас кауба моя с левой стороны банк а я вообще наверх покажем улочку одну знаменитую до туристы что толпа идет откуда-то выше там у нас был ночной клуб мансика клубничка мансика слышь масика мансика казино а раньше тут банку что ты сейчас какие-то здесь я делаю татуировку но зараза не попала и в этот раз пыталась записать очередь длинная это этот да барклай по-моему барклай-де-толли вот а это в принципе самый что ни на есть центр города мы подобрались уже ратушная наша ратуша уже тут сейчас будет с правой стороны наша ухты сцена стоит чудо концерт какой-то еще может быть они готовятся уже к ханса паеват не знаю мы пропускаем этом году ханса паеват это дни города наши это самый одно из самых интересных мероприятий да это ганзейские дни под старинные тут ярмарки различные развлечения очень классно все время мы старались на них попасть здесь раньше наверх была дорога в роддом все ржали что пока тебя довезут тоже на этой брусчатке тут и родишь сразу но мне повезло я уже рожала в новом здании в нашем а мы родились именно в этом старом роддоме да с левой стороны у нас пищу робу кель это пороховой погреб сейчас ресторан там на по это наш мост это ангелов мост а это вот роддом раньше мы здесь и родились наш тартовский рацион с правой стороны это был предварительный зал суда тут суд раньше подканули мы короче машину а классно даже за 10 центов торт великоле йохан скотте не знаю город народный суд а этот риги государственный государственный да ё-моё вот он наш собор очень-очень долгое время была на реставрации левая часть так а здесь можно снимать если внутрь зайти старый за камеру будет заплатить мы пойдем вообще внутрь и знал арту великоле музей мы здесь сделали и не хочу и музей хелегус это декорация здесь наверно какой-то фильм будет снимать декорации да вот эта часть была разрушена не знаю войну или нет ли кто помог там и кирик дома до домский кафедральный собор не знаю ничего не написано что платить нам а не сяло он закрывается через 10 минут да через 10 минут закрывается да через 10 минут закрывается да и к сожалению она пустить уже не может приходить и завтра но завтра мы уже но 5 евро билета здесь наш теннисный корт да здесь всегда сколько лет я здесь жил сколько лет это теннисный корт и был здесь всегда играют тренируется кафешка наши теннисисты вот такой он здоровенный у нас как петерсон а ему там башки башмаки все трут видишь натертый башмак лети башмак потери да это наш парк на самом деле парк находится на горе на горе да сейчас мы покажем куда невесту несут на руках и там очень длинная лестница с той стороны несут обычно потому что там парковки и она очень длинная если невеста не очень легкая не каждый может донести свою суженую ряженую но это видимо какое-то городище здесь было я помню что это был жертвенный камень мама мне рассказывала там даже место для голов есть а здесь замуровывали людей ужас какой да в общем вот эта горка поцелуев и здесь обычай что надо донести туда невесту но не по этой лестнице да она довольно и надо донести открыть здесь шампанское разлить всем гостям и все гости сюда обычно тоже поднимаются выпить и разбить бокалы ски зашел никого не весома если я такая же фигня покажем эту лестницу вниз как будто я тебя принес сделаем вид да ты меня принес да что я очень устал запыхался как будто я тебя нес на самом деле он меня не нес кому будет интересно мы рассказываем историю нашего брака да брак был замечательный вот это небольшая лесенка и там она еще вторая да короче чтобы тут испытания не для слабаков я бы не маманю не осилил ну был бы помоложе осилил бы нет нет ну ты так говоришь слишком сейчас большая скука раньше это была маленькая 48 раньше была я такая уставшая что я даже краситься не могу не хочу уже вечером мы все в краске заляпанные мы одели сверху кофты куртки и отлично как будто мы чистые мытые на самом деле мы как самые настоящие гастарбайтеры да 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 именно так приехали отмечать свой отпуск провели его весело провели его весело да фильм снимать будут будут фильм снимать да это будет массовочку может и нам туда затусить да ага Юлика лайф одна из немногих детских площадок ооо да она вроде не особо такая кривая да но неприятный наклон да это Энджел да Ангельский мост 1836 года да есть именно версия он был в 1816 году был первая версия ага потом 36 старенький что у нас пищерогу кельтер это ресторан в горе сделана как бы там крепость и внутри все под старинку там сделано пищерогу кельтер там здоровенные высокие потолки там по не знаю по метров 8 у меня там выпускной был в этом ресторане туда вовнутрь прямо вниз там вход и там вот это вот все будет заведение это ресторан пищерогу кельтер это как он переводится пороховой погреб да пороховая сарайка да а вот дальше там обсерватория обсерватория наша не знаю она сейчас есть но вот работа не работает сколько я туда со школы помню мы еще ходили но мы не ходили ну так я этот телескоп ни разу и не то есть телескоп там стоит но в него не поставить потому что он всегда закрыт или что-то я не знаю чтобы вы не лазили не функционирует да вон отсюда эти на нарваманту да это да это да и петух наш он там торчит наши куранты бьют 6 часов вот такой вот красивый тихий студенческий маленький городочек у нас ну конечно очень красиво вот по городу я соскучился прямо мне так очень много тут всего гулять можно да я бы хотел бы еще может может быть съездим еще где пять дают но это это святое место вся наша молодость вся тусовочное место наше памятник стоит да вот так вот все подходят ему пять дают да там вокруг у него скамейки и мы всегда сидели там распивали алкогольные напитки легкие ну не всегда вот вот наша обсерватория вот наша обсерватория 6 часов раньше не было этих перил нифига там перезвоны кто-то там зонарь разошелся наверно в честь нас наверно ну отсюда вон там колоколовку да там и маленькие и большие да звонницу эту да они там очень гордятся и не так относительно недавно поставили раньше просто у нас был колокол один и он отмерял каждый там час и четверть часа по-моему там чисто вот там где песок вот там за деревьями тут всегда все было усеяно студентами то есть это официальное место где разрешалось пить алкогольные напитки то есть очень много и загорались здесь все приходили да вот а там уже ратуша у нас идет ратуша ну там сегодня какой-то концерт намечается он на кусочек сцены торчит да летом очень часто здесь концерты и помнишь один год мы ходили там фильмы всякие показывали то есть ты садишься вечно приходишь и смотришь фильмы как фестиваль такой каждый день новый фильм был так что вот так когда я сандером беременная была просто не ходила памятник тоже какая-нибудь усадьба любила было вот там тоже написано да мне тоже лень идти даже не столько лень сколько мы хотим еще съездить в магазин который через 20 минут закроется а что теперь у нас ворота сейчас и посмотрим и здесь коннотеатр институт ого через эти ворота привозят заключенных в сеть все то ты знаешь там дальше иди сюда иди сюда я тебе покажу сейчас я это знаю не понаслышке что привозили а ха-ха-ха ха-ха ха-ха вот там лицо входишь второе вот это с этой стороны да входишь и сразу камера да? да откуда ты знаешь потому что в одной из камер мы закрыли буренька ха-ха-ха дверь захлопнулась было очень весело была пятница а ключи были только в Таллине ха-ха-ха это вы там работали что ли? да нормально ну и как вы вышли из этой ситуации? это было очень давно мне еще было 15 или 14 лет да мы работали летом а подрабатывали? подрабатывали и короче мы баловались баловались и добавались нет пришла идея кому-то в голову я не помню кому что давай мы тебя закроем в этой камере а ты попробуй с той стороны ногами попинать это что такое? конскурс какой-то цыганский какой-то ух ты куда? ух ты как классно танцует а? что это такое? это репетиция репетиция какая-то что ли? не знаю здорово так вот продолжим мы эту дверь захлопнули но после того как захлопнули мы начали думать а как ее открыть потому что там ключ нужно чтобы открыть там нету ручки а ключа нету мы начальнику звоним у него глаза по пять копеек говорит вы что идиоты что ли что вы сделали? ключей то говорит у нас нету это есть только в Таллине ключи а как так то? они должны по идее быть даже а это еще только все это устанавливалось ремонтировалось там еще уже ничего не было в эксплуатации ааа вот и короче это чудесно два против лома нет приема взяли ломы, кувалды и замок этот мы успешно отломали правда получили потом взвучку хорошую ну что парня пятница была главное конец рабочей недели ну так так что посмеялись мы там потом парень парень там вообще уже даже на измене на такой сидел это биль де кофе тоже очень классно там кстати кормят а там стоит у нас татуя отец с сыном ой такая страшная они голые стоят да все не понимают почему вообще зачем это поставили чайка проехал ввиду в принципе у нас городок если вот так взять по большому счету пешком можно пройти за час вдоль и поперек его то есть от начала и до конца города думаешь можно да он довольно маленький у нас город по-моему зачастую не дойдешь да ну дойдешь ну быстрым шагом я то нет ну ладно тебе два ну и на то спасибо картулин на то вот что у нас тут будут столько всяких групп это роя ванаму из человек 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 квартет человек квартет с третьего рода тут вон с тридцатого числа что-то будет ну у нас летом вообще очень много всяких одни праздники одни пиду а вот это самая главная дискотека городская была всегда ее сказали как я понял ее закрывают и это здание чуть ли не сносят что-то такое там о смотри видишь столики все поставили обратно резко уже эти самые посетители кушают надо тоже сходить куда-нибудь покушать и на телевизион тут что-то точно будут снимать это неспроста что творится такое вообще куда мы попали движуха такая в прошлый раз вообще все закрыто было восьмое по девятое сейчас поедем в таску сдадим наш модемчик тит такой грустный обиделся на все обиделся с этого магазина меня вызвали не ходите в этот магазин не хороший магазин ну с кофе не ходите ну хороший магазин да я немножко прикупила насколько я быстро смогла там побегать мне нравится там детская и вообще футболки очень хорошие скидки так на каждый день я ворсей еще хочу у тебя кофе еще осталось? ну да может я поеду? нет я быстро в этом торговом центре поставлен макет города тартук который был в сороковом году довольно маленький не конечно никаких спальных районов маленький домик ратуши маленький да а вот там дальше по как раз по в котором мы были и там вот этот вот вот он там домский собор пальцем моих показывал обсерватория обсерватория вот номер троечка номер три прикольно вот так вот выглядело все это в сороковом году вот речка как раз проходит вот это был понтонный мост а вот мост который сейчас на реконструкцию вот он такой был раньше да он был вот такой вот вот такой классный был да ну классно если таким его делать он действительно был такой металл пока покупал кофе я не знаю с кем он там беседовал с продавчицей или с кем выяснил что здесь какие-то спортивные конференции проходят еще по-русски самое интересное что у него на парковочном талоне написан номер нашей машины да прикольно не успели сюда въехать уже все номера вычислили на талончик это же за это парковочным этот номер машин уже написано то есть уже не скроешь сейчас бесплатно сейчас тебя пошлет вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда пожалуйста подождите ничего он с тебя не хочет уйди все счастливой дороги у тебя справа помеха с чего он тебя пропустит я главнее начинается мне быстрее что такое таску таску это карман ну так живем по-фински это футбольная команда какая отель дорпад такой довольно дорогой хотелчик давай мне карточку откуда которую я тебе положу только что на руки где нормально Виталий говорит давай карточку какую которую я тебе на руки положу она упала в сумку но ворота открылись сами видимо просканировала нас по номерам что у нас все математика математика так нам успеть надо успеем же успеваем только не так резко как в прошлый раз так теперь вставай вот в эту линию за красным автобусом ладно ладно и порулил уже ладно ладно узнаем о вас мамма миа Бенни Андерсон Бьерн Ульва это музей театр если даже не прочитать смазать вот как и разучились мы статус перепяев какой-то там семейный день давай едь едь перепяев вон там пожарники какие-то на телевизоре заезжаем же давай так вот я боялась что я об эту хрень ударюсь машины она пластиковая да железная там 20 килограмм да въехал и все полмашины так билет возьми разогнался присели мы на дорожку на улице дождь идет погодка да вчера было классно оно ветреное а сегодня что-то вообще ну тихо на улице ну тихо да оно очень влажно противно очень сыро сколько было комаров вчера ужас вчера свет у нас горел на балконе я думал о нести короза вот эти игры на машине когда стояла ждала светофора думала они меня прогрызут дырку смотри на мне не хочешь фокусироваться все посидели в путь поехали за кофе и в путь попить надо купить палочки в Таллине 200 километров потом еще чуть-чуть и мы дома ура я сейчас усну спать хочу заправляться будем в Таллине не хватит бензина Виталия докопался до продавщицы там в общем кофе дают вот такую сейчас предложение дает такую булку вот с ветчиной внутри то есть кофе стоит 2 евро если ты берешь булочку и кофе то евро 90 как бы ну нелогично немножко скидка и никогда не предлагает Виталий докопался а чего не предлагаете а эту а булочку бедная продавщица не знала куда ей деться почему-то дорога до Таллина всегда кажется короче чем из Таллина в Тарту вот всегда я не знаю почему нам осталось 68 километров стоим в чекине в разные полосы нас поставили открывает рот для поглощения машин сначала он их выпустит наш корабль сегодня мы на 100 едем мы должны были на 3,5 часовом ехать в связи с ремонтом и десятикратным переносом билетов мы задурились мы снаем сладкие места это наше место мы всегда здесь сидим когда двоем едем или я когда-то да деда вот там детская мы кстати на нем и ехали сюда да? да? там в конце детская башка лолка бургеркинг это ты какая спать хочется немножко да? устали мы? немножко да мы устали что у нас в окошко тут видно? о окошко высота какая большая ну мы на 9 этаже сейчас забрались на 9 вот там силе Европы это которая уже ходит в Штокгольм да? силе Европы это же в Штокгольм идет уже да? в Таллинкский ой какие у тебя руки слышишь? да ты у нас это очень подумал что я это маляр гастрик ты маляр у нас ранний рейс много туристов очень сегодня море шумное будет покатываться два себе не знаю ли это будет не будет но взяла этот рецак у крем дневной биотермовский на всякий случай ну а вот этот у нас еще год останется если что зла оттанок и еще подарок не дали маленькие пробнички мелочь но приятно ну что таможне мы благополучно прошли тормознули там при мне пару машин с российской номерами вот там они стоят хельсинки ветрище смотрите какой вы тут ехали метод в окно вики тряпки мешки полетели даже радио не работает это два ключа смотрим ядрит твое налево посылочек